Дисклеймер. Все, что сказано в этом видео, является исключительно моим мнением. Моё мнение может не совсем совпадать с вашим. Приятного вам просмотра. Сегодня я хочу составить свой собственный топ 10 самых недооцененных моментов между Чангуком и Техёном. Десятое место. Это так громко. Глазки Чангука при взгляде на Техёна. Просто Техён, который считает ножки Чангука милыми. Девятое место. На пресс-конференции, когда участники рассказывали, как пытались сдерживать эмоции. Техён сказал, у меня были слезы, но они потекли из носа. Техён тогда всех рассмешил, в особенности Чангука. Восьмое место. Совпадение или нет? Однажды фанаты попросили Техёна выбрать. Клубника или Чон Чангук. Бургер Кинг или Чон Чангук. Гуччи или Чон Чангук. На что Техён ответил, Чон Чангук, а затем добавил мужчина с кучей денег. И как мы видим, этот мужчина обожает привозить из поезда к подарки своему парню, да и вообще баловать своего Техёна подарочками, очень любит. Да, один они человек, давно доказано. Техён – это всегда один танец на двоих. Кстати, о подарочках. В бомбочке «Тос Катара» нам так и не показали, как Чангук мужу толстовку с Элиной выбирал. А всё почему? А потому что это личное, не для контента. Кто не в теме, напоминаем, что 17 ноября 2022 Чангук шопился в бутике Сэлин в Катаре, а уже 27 ноября Тейкук нас кинули челленджем Run BTS, который, кстати, не снимали, отдыхая на частной вилле Paradise после возвращения Чангука из Катара. На видео с челленджем Техён уже танцевал в подарочке от мужа в новой толстовке Сэлина. Чимин не смог отгадать цвет стены комнаты Чангука. Техён такой мой выход и сказал, «Я извиняюсь, но цвет стен Чангука, его комнаты – темно-серый. И его бичи-фейс». Седьмое место. Как же он смотрит на него? Что ты видишь, Чангук? Взлетаешь, открывая новую галактику под именем Техён с мириадами скоплений ярких звезд? Или, может быть, падаешь так глубоко в самые недра Земли, что нет желания выбраться из этой притягательной бездны? Мощная эстетика их рук. Шестое место. Поведение пары. Джин, дорогой дневник, мне не описать ту боль. Смешно, как Техён сразу же забыл о Джине, стоило на горизонте появиться Чангуку. Все на своих местах. Пятое место. Небольшое напоминание о том, что Тейкук не просто называют друг друга малыш, они говорят «мой малыш». Каждый их взгляд друг на друга наполнен такой нежностью и бесконечной любовью. Продолжение следует... то чувство, когда они говорят нам обо всем без слов. Четвертое место. Забота. Правильные и здоровые отношения Чангука и Тихиона – это всегда поддерживать его. Третье место. Новости. Текст озвучен в Яндекс.Пичкит. Тихен в Инстаграм. Если бы я узнал об этом раньше, я бы пришел к вам навстречу. Он увидел все пожелания от армии, которые были на выставке. Тихен сделал репост видео с выставки от армии. По данным Организационного комитета Олимпийских игр в Париже, Джин появится в качестве первого факелоносца эстафеты Олимпийского огня в секции Лувра в Париже. Он начнет свой забег в сердце Парижа, у пирамиды Лувра. Когда вас только двое пьяных на трезвой вечеринке. Расчехляем вечер. Тихен сказал, когда стало известно, что я скрытый участник, я получил всего одно письмо. Я был так счастлив. Я не спал до 4 утра и перечитал его раз 15. Я продолжал показывать его участникам. Тихен тот человек, который всегда трепетно относится к письмам и посланиям армии, всегда их читает и хвастается ими. Хорошей ночи вам от горячего парня, прекрасного Ким Тихена. Этот день. Атмосфера выставки Тихена Арцпас. Тайп-1 в Ванкувере от канадской фан-базы. По словам армии, время ожидания доходило до 5 часов, и многие товары к их приходу были раскуплены. Тайп-1 в Ванкувере от канадской фан-базы. Эмилии. Сейчас бы все отдать за возможность заглянуть в эти глаза. Пихен, ты что творишь? Джин получит сердце факела. Такое кольцо будет вручено каждому из носителей пламени по окончании забега в день их прохождения как символ уникального момента. Мы очень гордимся тем, что причисляем вас к числу носителей эстафеты огня Парижа 2024 года. Передавая вам сердце факела, мы веряем вам частичку истории игр. Напоминаем, уже завтра эстафетный маршрут Джина начнется от пирамиды Лувра в сторону набережной Трансуа Митерана. Ловите горячий привет от Чангука. Как же мы скучаем по твоей счастливой улыбке, Чангук. Техен продумал уникальный стиль для каждой выставки. Особое очарование артспаса. Тайп-1 в Бангкоке. Наши глазастые армии заметили пожелание Техену на русском. Оставайся столь же прекрасным и радуй новыми фото. Привет из России. Очень ждем твоего возвращения. Будь здоровым. С любовью. Сотрудники выставки Тайп-1 в Бангкоке раздают бесплатные бутылки с холодной водой к армии, которые стоят в очереди. А девочки из фан-базы Техена дарят белые розы посетителям. Чудесная атмосфера. Сотрудники выставки Тайп-1 в Бангкоке. Техен получил два трофея за победу в ГМА в номинации «Тренд года» – «Соломай» и «Июнь». Доброе напоминание, что у Йонтона самый заботливый и любящий отец. Его милые заколочки для волос. Наряду с полноформатной версией Тайп-1 появился в продаже мини-фотобук. Догадайтесь, какой игрушки Рейнбоу уже нет на складе производителя. Фанаты празднуют годовщину Севен Чангука в Янцене, Сеул. Фанат пишет, что одна из зон выставки – как большая коробка-калейдоскоп, где можно полностью погрузиться в атмосферу. Чангук в черной одежде. Техен занял первое место среди мужчин-айдолов, которые, возможно, станут сенсацией. Техен продемонстрировал свою невероятную популярность, заняв первое место в опросе среди айдолов-мужчин, которые, кажется, хорошо во что-то погружаются. Техен дал интервью чхве-айдолу под названием «Какой айдол-мужчина, по вашему мнению, лучше всего погружается во что-то». Он получил 14246 голосов и занял почетное первое место в этом опросе. Благодаря своему уникальному чувству погружения, Техен демонстрирует удивительную ловкость, запоминание и творческий подход в оценке ситуаций. Он активно работает над созданием различного контента, поэтому фанаты знают его как блестящего медведя. В эпизоде «Пули непробиваемой деревней династии Чосан» развлекательной программы «BTS Run», «BTS». Команда удивила зрителей своей способностью запомнить стихотворение «Лихвана», «12 песен», «Досана» всего за минуту. Они сделали это во время игры «Угадай вора», что вызвало восхищение у съемочной группы. Он – настоящий мастер ситуационной комедии. Он моментально вживается в роль и играет ее с полной самоотдачей, принося зрителям истинное удовольствие своей великолепной игрой и искренними эмоциями. В «Дораме беги» пули непробиваемой он сыграл роль Лихвона, которую ранее исполнил в «Луна» в объятиях Солнца. За свою работу он получил высокую оценку зрителей и критиков. Его игра была безупречной. Он мгновенно запомнил сложные исторические драматические линии и смог передать все эмоции Лихвона. Сон Сондек, исполнительный директор «БТС», сказал о Тихоне, «Когда вы изучаете хореографию, подумайте о том, что можно добавить к своей партии, помимо хореографии». Его талант – не шутка. У Тихёна хорошая память. Он отметил, что Тихён обладает отличной памятью и быстро все схватывает. Участник Чангук также поделился своими мыслями о Тихёне в интервью. Тихён похож на гения. Он глубокомысленный, дотошный и внимательный к деталям. У него широкий спектр интересов, и я хочу научиться спокойно, один за другим, делать то, что я хочу, не будучи жадным. Это показывает, что Тихён – человек, который полностью погружен в свою работу и принимает вызовы. 11 числа Тихён опубликовал в Инстаграм фотографию со своей собакой Интоном и написал «Я скучаю по тебе, Тан». Эта публикация показала, насколько сильно Тихён любит свою собаку. Сегодня был 2500-й день рождения Интона, поэтому фанаты праздновали это событие и молились за здоровье любимого питомца. Если однажды меня спросят, почему я стыню именно эту парочку, то я просто покажу им это видео. Субтитры сделал DimaTorzok Эти улыбки делают меня слабым. Намджун в Инстаграм. Джин уже месяц дома. Представляете? А сколько он уже успел сделать? Джин подходит к образу Дэнди лучше, чем кто-либо другой. Как и подобает прозвищу «Розовая принцесса», розовый галстук и кольцо Пейнда Сука с розовыми драгоценными камнями очень хорошо сочетаются. Длинные и тонкие руки также заставляют наши сердца трепетать. Глаза, полные любопытства, действия, которые излучают позитивную и счастливую энергию в каждый момент и даже интервью, в котором он говорит о счастье после съемок. Я чувствую, что Джин – особенный молодой человек, одинаковый снаружи и внутри. Джин работает без единого выходного с момента увольнения из армии. Распространите где-нибудь счастливую энергию сегодня, верно? Они словно вышли из сказки. Ченгук провел 400 дней в чарте Spotify Global Daily Top Attest Chart. Он единственный солист кей-поп, который добился такого результата в настоящее время, занимая 83-е место. Способный соперничать с жаром летнего солнца. Лав Миген Тэхёна и Юфория Чангука были включены в плейлист книги популярной французской писательницы Морган Манкомбул. Тэхён и Чангук вдохновляют и являются двигателем творческого процесса для всех. Обновление Compose Coffee 9 лет назад, в этот день, на мини-фан-митинге Нкигая. Ещё зелёненькие, но такие же чистые, искренние, красивые и мега-талантливые, как и сейчас. Субтитры подогнал «Симон» Эти фото с Чангуком такие горячие. Субтитры подогнал «Симон» Интересно, как смотрел Чангука на него, потому что Тэхён делал это так. Самый продаваемый альбом солиста-мужчины – Сёркл Чарт Всем лежать, когда эти двое просто сидят. Тэхён уже тогда примерялся к своей роли горячего полицейского. Эти фото с Тэхёном такие милые. Субтитры подогнал «Симон» Интересно, почему Чангук так заметался и быстро надел тярочку, когда увидел идущего к нему Тэхёна. Может быть, он наедине называет его «принцессой». Такой чон – Чангук. Субтитры подогнал «Симон» Тэхёнов Тэхёна и Чангука Лэйоува и Голден были проданы тиражом более 100 тысяч экземпляров, каждый на территории США. Субтитры подогнал «Симон» Хотите найти Тэхёна? Посмотрите, куда смотрит Чангук. Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» Чангук так софтово говорит Тэхёну «Я съем это с аппетитом, наблюдая, как он готовит ужин. Споряб, то он это не совсем про еду. Первое место. Помните тот день на Грейме, когда пара геев, певец Бен Платт и его муж, целовались на глазах у Чангука и Тэхёна? Они по очереди кидали взгляды на парочку. Свобода принадлежит вам. Это конец. Желаю вам прекрасного дня и чудесного настроения.